Первый я был организатором разработки устава города Новосибирска. Мы это делали в середине 90-х. И больше 20 лет работал руководителем исполнительной власти избранным. То есть это тоже больше двух десятков лет. Поверьте, тут чувствуешь, что значит выборы для тебя уже в процессе работы. Я не вижу здесь предмета для дискуссии. Думаю, все политические силы, все публичные политики, конечно, вышедутся за два тура. Не бывает выборов однотуровых. Поэтому думаю, что это не будет сильно дискуссионным. Но на самом деле здесь есть такие вещи, такие аргументы, которые, с одной стороны, нужно приводить, с другой стороны, нужно избегать. У нас почти нет муниципалитетов с прямыми выборами. Не знаю, сколько, сейчас не очень, может, слежу. Но Новосибирск, это, я думаю, один, может быть, из немногих, буквально пальцы одной руки, городов, которых тысячи, где есть прямые выборы мэра города. И на самом деле это очень важное и очень большое достижение новосибирцев и новосибирских депутатов и руководителей исполнительной власти. Потому что я был участником этого процесса. И, по-моему, как непросто было это сохранить, это отстоять. Это, ну, гордость, это, ну, не знаю, это особенность Новосибирска, что у него прямые выборы мэра города. И в этом плане девальвировать это большое достижение одним туром, ну, это как-то, ну, просто, ну, несерьезно, недостойно. Новосибирск убежден, что это просто была какая-то временная, там, может быть, ошибка. Второе, что нужно пресекать и очень осторожно воспринимать этот аргумент, когда говорят, что отменяя второй тур мы экономим деньги налогоплательщикам. Это очень опасный подход. Здесь может фантазия так разыграться, когда скажем, во всем нам 40 депутатов, давайте сделаем 10, там, если сэкономим, там, огромные деньги за немцы, там такая структура, там, еще чего-то. И этих я могу привести стольких примеров, которые можно, так, ну, приводить потом к политической демагогии, что за этим, ну, такое уже будет пренебрежительное отношение к обществу. Потому что, все-таки, устав города – это функция городского сообщества. Это не функция власти. И городское сообщество должно, ну, очень активно формировать уставные нормы, а городской совет, депутаты городского совета голосуют за те или иные изменения в уставе, они должны очень точно чувствовать вот этот настрой. Поэтому убежден, что с позиции общества, кроме двухтуровых выборов, ну, ничего другого не бывает, все это остальное там как-то не очень серьезно и не очень достойно Новосибирск. Следующая позиция. Нельзя быть публичным политиком без ощущения большой социальной поддержки. Вот почему не очень эффективным оказалось назначение там губернаторов, потому что теряется очень многое. И поверьте, здесь, когда за тебя голосуют там 100 тысяч или 700 тысяч – это разные вещи. И поверьте, я очень много раз был в очень сложных и политических, и психологических ситуациях, когда меня, ну, вот, укрепляло в жизни понимание, что за меня голосовало очень много людей, что я отвечаю за жизнь очень многих людей. Были очень сложные политические ситуации, когда я мог позвать и даже так говорить, что я обращусь к людям. Если вы считаете, что я не прав в этой позиции, мы будем разговаривать с обществом. И все понимали, что эта поддержка есть. Когда в один тур получаешь небольшую поддержку, или когда во втором туре получаешь серьезную поддержку, даже в очень серьезной борьбе, как у меня на первых губернаторских выборах, когда нас разделяло полтора процента, но во втором туре – это очень важно для дальнейшей работы. Поэтому общество, заинтересованное в качественном, эффективном управлении, должно тоже это понимать. И участники процесса должны быть с этим согласны. Убежден, что опять здесь не должно быть серьезных противников, потому что всем, кто сейчас думает уже о выборах мэра, должно быть понятно, что двухтуровые выборы эффективнее, со всех сторон они важнее. Что касается сменяемости, то, конечно, тоже считаю, что это общеапробированные, существующие в большинстве субъектов, где демократическая процедура формирования власти, два срока. И в этом, опять же, нет ничего сложного. Тем более для уровня муниципального, когда, ну, если очень хороший мэр, у него всегда есть возможность дальнейшего карьерного роста, есть субъект федерации, есть еще какие-то вещи, что это не значит, что мы какому-то честному, ответственному там руководителю, политику отрубаем руку, сказать, вот это отработать 10 лет и потом нет. Но сменяемость должна быть. Поверьте, тоже моему более чем 20-летнему опыту, все равно есть привыкание к каким-то проблемам, есть привыкание к команде. Я часто вот там встречаюсь с молодежью, со студентами, говорю, любая бюрократия, самая честная, самая профессиональная, образованная, она не может располагать серьезным внутренним стимулом к развитию, к изменениям. Она неизбежно консервативна, она неизбежно консервирует ту ситуацию, в которой находится, потому что в бюрократии очень быстро формируется ощущение, что я очень сильно занят, с утра до ночи я так перегружен, я так... И второе, что государство столько сегодня всего регулирует, разрешает, запрещает, контролирует, что очень легко тоже где-то в подсознании начинает формироваться понимание, позиция, что без меня жизнь остановится. И вот эти позиции, это психологические иллюзии, они мешают развиваться изнутри. Нужен импульс извне. Вот почему сменяемость, почему там демократические процедуры выборов, почему нужно укрепление партийной системы, несмотря на сегодняшнее, может быть, там снижение интереса общества политическим партиям, я все равно утверждаю, что демократия не может развиваться вне политически-партийного процесса, и партии, и работу партии, и влияние партии надо укреплять. В этом тоже должно быть заинтересовано общество, потому что это тоже опробированный, отработанный, и единственный эффективный инструмент формирования власти, контроля за властью, развития власти, и вот этого импульса извне. Поэтому тоже здесь думаю, что два срока, это общий принято, и это у нас, по-моему, в 90-х годах в уставе было незыблемо, мы это всегда считали аксиомой, никогда об этом не спорили, ни о турах, ни о... извините, если перебрал.